Девушки отдыхают В 1992 спецподразделения по контролю за оборотом наркотиков были организованы в регионах. Так в Тверской области появилось отделение со штатной численностью 5 человек. В тот период времени в основном в подавляющем большинстве это было наркотики растительного происхождения. Мак, конопля. В основном даже, ну, чаще всего даже местного изготовления все это было, местного произрастания. А синтетики было очень мало. Единицы на начальном этапе просто единицы было. Медикаментозных наркотиков, ну, были, но тоже очень редкие были случаи. Но уже тогда сотрудники подразделения понимали, какую угрозу жителям региона несут наркотические и психотропные средства. Мы видели, как быстро люди меняются, опускаются. Мы на это все наблюдали. Мы отчетливо это все видели и понимали. Наркотическое зло распространяло свои ядовитые щупальца быстро. Зло совершенствовалось, утяжелялось. Появилась так называемая синтетика. Приходилось оперативно учиться для результативности работы. Часто учебу осваивали в стенах теперь уже отдела ОМВД. Ни в одном учебном заведении на тот период времени чистой вот этой специализации тогда никто не учил. Тогда никто не учил. Это мне повезло в той части, что в 1994 году я был одним из пяти человек с нашей Российской Федерации, которые поехали за рубеж специально учиться этой проблеме. То есть я обучался в Академии полиции Египта. Михаил Царьков сейчас по прошествии десятилетий считает, принцип работы сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков остался прежним. И основа этой работы заложена в профилактике, направленной на предупреждение распространения наркотиков и наркомании в первую очередь в среде несовершеннолетних. Наиболее значима антитеррористическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России», общероссийская акция «Призелник», а также межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «МАК». В 2016 году была преимственность МВД и ФСКН, когда функции были переданы в МВД. Конечно же, в структуру МВД вошли опытные профессиональные сотрудники, которые работали на направлении профилактики, реабилитации наркопотребителей. И в этом направлении мы постоянно взаимодействуем как с органами муниципальных образований, так и с общественными организациями. Управление по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Тверской области образовано приказом ОМВД России по Тверской области от 7 июля 2016 года. На сегодняшний день в управлении сформировался сплоченный коллектив с надежным кадровым и профессиональным потенциалом. Продолжая лучшие традиции подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, только за 2021 год сотрудниками управления на территории Верхневожья задокументировано свыше 700 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Пресечена деятельность 29 организованных преступных групп и 9 наркопритонов. Раскрыта преступная деятельность четырех крупных нарколабораторий. Из незаконного оборота изъято более 60 килограммов наркотических и психотропных средств. Музыка. Работают бойцы отряда специального назначения «Гром». Отряд специального назначения «Гром» вошел в состав управления нарконтроля по Тверской области 1 марта 2017 года. Основная задача подразделения – это оказание силовой поддержки оперативным подразделениям при проведении оперативно-розыскных мероприятий, связанные с незаконным оборотом наркотиков. За плечами многих бойцов отряда специального назначения «Гром» – многочисленные командировки в горячей точке страны. Победы на турнирах и чемпионатах различного уровня. Один из офицеров «Грома» – заслуженный мастер спорта. Четверо имеют звание мастеров спорта. Шестеро – кандидаты в мастера спорта. В повседневной жизни отряд специального назначения «Гром» придерживается штатного расписания, которым предусмотрены занятия по огневой, правовой, тактической подготовках. Особое внимание уделяется медицинской подготовке, так как каждый сотрудник должен не только уметь, не только знать, но и уметь применять медицинские навыки на деле, которые впоследствии могут спасти боевому товарищу жизнь. Физическую подготовку включаются как силовые упражнения, такие как в спортивном зале, также легкоатлетические кроссы на выносливость, то есть с большими длительными дистанциями. Также особое внимание уделяется занятиям боевой подготовки. В нее входит бокс, борьба, потому что каждый сотрудник должен уметь применять приемы рукопашного боя. Наркотикам на Тверской земле объявлена настоящая война. И поле боя этой войны сравни с передовой. Отряд готов выполнить любую поставленную боевую задачу. Вот статистика работы управления за последние пять лет. На территории Тверской области выявлено почти пять тысяч наркопреступлений и более шести тысяч административных правонарушений. К уголовной и административной ответственности привлечено более семи тысяч человек. Раскрыто более семиста преступлений, совершенных в составе групп по предварительному сговору организованных групп и межрегиональных преступных сообществ, за совершение которых привлечены к уголовной ответственности семьсот четырнадцать человек. Пресочена деятельность семнадцати нарколабораторий по производству синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято более трехста восемнадцати килограммов запрещенных психоактивных веществ и более шестиста семидесяти килограммов прекурсоров. Непосредственно с участием сотрудников наркоконтроля проведено более трех тысяч профилактических антинаркотических мероприятий, которыми охвачено более тридцати пяти тысяч человек. Руководство ОНК и территориальных органов внутренних дел участвует в работе антинаркотической комиссии Тверской области и муниципальных антинаркотических комиссий. Конечно же мы ориентируемся прежде всего на ту стратегию, которая определена президентом России до 2030 года, антинаркотической стратегии. Наркотические цели, они понятны. Это прежде всего пресечение организованных форм преступности. Мы понимаем прекрасно, что наркобизнес это самый организованный криминальный вид преступной деятельности. Это, конечно же, изъятие наркотических веществ, наркотических средств, сильнодействующих психотропных веществ. Пресечение каналов поступления наркотиков на территорию как России, так и нашего региона. На основе принятой стратегии деятельность органов внутренних дел направлена на сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков. Формирование в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению. Работа сотрудников управления постоянно совершенствуется. Здесь создано специализированное подразделение по противодействию распространению наркотиков через сеть интернет. О результативности работы этого подразделения говорит блокировка ряда наркосайтов. Пресечение незаконной деятельности региональных и межрегиональных интернет-магазинов. Путь становления подразделений по контролю за оборотом наркотиков был непрост. За рождение и развитие в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации. Выделение в отдельную федеральную службу ФСКН России. И возвращение в систему Министерства внутренних дел. Но в каждой структуре, на каждом этапе развития цель службы была одной. Сформировать у жителей нашего региона нетерпимость к наркотикам и сделать из Верхневолжской земли территорию, свободную от наркотической чумы. Работы очень много. Мы понимаем всю сложность, всю ответственность, которая ложится на наших оперативных сотрудников. В плане не допустить осложнения оперативной обстановки, не допустить распространения более широких масс видов наркотических веществ на территории нашей области. Продолжение следует...